Здравствуйте, дорогие друзья! Извините за опоздание, но мы проехали сегодня всю Молдавию, с самого юга ехали сюда. И дороги, пробки, просим извинения перед вами. Я хочу от своего имени, от имени Рената Георгиевича Усатова, от всей души, он попросил тоже передать поздравления, от всей души поздравить вас с вашим храмовым праздником, с праздником села. Пожелать в каждом доме счастья, мира, благополучия, здоровья вам всем, всего-всего самого лучшего. Вы знаете, что Рената Георгиевич, он сейчас находится в отъезде, против него развязана здесь у нас в Молдове настоящая компания преследования. Действительно опасно возвращаться. На 23 октября в Москве в концертном зале гостиницы «Космос» он организует большую встречу с нашими соотечественниками. Если у вас есть какие-то знакомые, родственники, которые живут и работают в Москве, имеют желание и возможность с ним встретиться, вживую, напрямую пообщаться, он будет общаться сколько надо, 3 часа, 10 часов без остановки, ответит на все вопросы, это будет идти прямая трансляция по всем каналам, в социальных сетях. То есть будет, он выскажет свою позицию по всем вопросам. Если кто хочет пойти на встречу с ним, нужно там зарегистрироваться, есть на его сайте, в его аккаунте, в фейсбуке, телефоны, это можно сделать. Ну а пока он поздравляет всех вас с праздником. И вы, наверное, все знаете, что фактически Рената Георгиевича сняли с этих президентских выборов, так же, как его партию сняли с парламентских выборов два года назад, в 2014 году, ну так же вчера фактически сняли с выборов еще одного участника, электорального конкурента Андрея Анастасия, руководителя платформы «Да». И на сегодняшний момент кандидат нашей партии, которым волей судьбы оказался я, фактически единственный кандидат, который находится в оппозиции к нынешней власти. Мы идем с очень жесткой критикой власти Кишиневской. Она того заслуживает. Она заслуживает не только критики, она заслуживает, чтобы ее сместили как можно быстрее, и не завтра, не послезавтра, а еще вчера. У нас для этой цели есть свое решение. Мы предлагаем, чтобы президент подписал свой первый указ о распуске парламента, потом провести выборы нового парламента, избрать нормальную власть, которая привлечет к ответственности тех, кто украл эти деньги, кто допустил другие преступления, и которая начнет наводить порядок в Молдове. Выборы 30 октября. И мы вас всех приглашаем и призываем проголосовать так, как вам подсказывает наш разум и сердце. Еще раз поздравляю вас с праздником. Всего-всего вам самого хорошего.